Если вы доставите руку на кулаком, то дистанция средняя. Доставите локтем, это дистанция ближняя. В то же время из этой дистанции можно ударить и ногами, и руками. А вот уже отсюда будет трудно ударить локтем, и отсюда будет трудно. Как ни странно, при ударе локтем многие не пользуются усилением этого удара лопаткой. Основная часть в ударе локтя – это лопатка. Когда вы бьете локтем, у вас удар должен быть не обязательно вот этой косточкой. Больше всего лучше костью именно вот этой части, или же вот этой части локтем. У вас локоть идет как вперед, так же у вас локоть идет и назад. У вас локоть может быть сверху, локоть может быть снизу. Сейчас мы с вами пройдем вакновенные движения, которые часто используются у всех кота. Очень многие показывали захват, локоть, пошел захват, локоть, удар. Сейчас вы разберетесь по парам, подготовите плечо, то есть собрать его покрепче, да? И не торопясь, потихонечку вы попробуете подвигать рукой. Вот посмотрите, я сейчас двигаю движение только одним предплечем, локтем, без использования корпуса и лопатки. Вот одно движение. Теперь, как будто я беру лопатку, удлиняю, я поставил свою руку, удлиняю лопатку, и я вот как раз вот этой лопаткой начинаю делать движение вперед. Обратите внимание, просто рука закончена, вот лопатка. Она гораздо дальше туда идет. Но при этом у вас рука не только закругляет, что можно сделать боковой, она у вас чуть-чуть, капельку выпрямляется. То есть у вас получается как бы вот такое вот распрямление, вот одновременно, и не одной игрочасти. Вот вперед, вот сюда опять же вперед, вот сюда вперед. Рука может быть направлена вверх, то есть вы можете здесь обратно с этой стороны, можете здесь обратно вернуть с этой стороны. Как почувствовать лопату? Женец, вы сможете? Вот так вот, постоять, пожалуйста. Самый простой вариант. Когда вы стоите жестко на локтях, фиксируете плечи, и у вас позвоночник вверх-вниз. Пошел вверх-вниз, да. Раз, два, три, четыре. Надо быстренько, четыре, пять, побыстрее. Раз, два, три, четыре. Усложнить, вы приподнимаете ноги. Раз, два, три, четыре. Одну ручку убери, пожалуйста. Одной рукой. Прямо просто. У нас сама у вас одна рука. Работает. Вот это вот партнер тоже. Да, Саша, раз, две, два, партнер. Такое, две. Это же невозможно. Вот сейчас, значит, вы попробуете опять же после вот этого упражнения еще раз сделать вот это как раз движение, которое мы с вами делали. Вперед. Вперед. Разберись, пожалуйста, по партнерам. А теперь как будто вы еще делаете вот движение, как вы знаете, вот лопатчиками, да? Вот лопаткой. И у вас совсем другое движение будет. Очень сильное. Теперь вот эта рука должна идти прямо. То есть она вас не закручивает к себе. Она вас попрямо. Вы можете прям постучать, работать. То же самое движение в ногу. То же самое движение в корпус. То же самое движение по ноге, по животу, поможете, да? И как это руки покачать? Останавливаемся так. Поднимаете. Поднимаете. И опять же лопатки вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх, вниз. То же самое поднимаете на те же самые лопаточки. Попробуйте. Там где-то рука, кому тут движется, вот так вот прямо сюда. И у вас тоже самое, так же пицца работает. Но, опять же, вы выставляете лопатку, как при ударе рукой. Вот очень жесткие, сильные позиции получаются. Аккуратненько держите шею, даже не прошло. Попробуйте. Плечи, плечи, да? То есть у вас, конечно, держите вот это. Сверху, отсюда. Вот видите, вы закручиваете. Движение с этой стороны или с этой. Движение сюда. Отсюда вы рукой, опять же, если просто вот рукой, рука Женя обычно ломает. Доски очень великолепны, прекрасненько. Одна рука работает. Если вы соберете здесь вот эти грудные мышцы и туда лопаточку завернете, у вас то же самое будет. Движение очень хорошее, сильное сюда вперед. После этого, как можно бородить? Посмотрите, мы ставим движение. Я опять к нашему Жене поднял руку. И отсюда возврат руки сзади. Невидная, очень удобная, очень хорошая вещь. Опять же, рука пошла сюда. Ага, останавливается локоть здесь, локоть здесь. Рука пошла сюда, останавливается локоть здесь, локоть здесь. То есть, используя лопатку, вы ускоряете и усиливаете. Сейчас здесь осталось время. Все, Роман, теперь все. Тогда дома попрактикуйте, пожалуйста. Но помните, что у вас за счет лопатки сила и скорость. Если вы ее закрепите, у вас будет просто махание локтя. Оно не сильное. Оно будет прислоняться. Лопатка вам даст глубину. Спасибо.